Так, всем привет! Сегодня я расскажу вам про новый iPhone 6. В принципе, можно начинать. Сегодня появилась новая, но не официально не подтвержденная информация относительно выхода iPhone 6. Как сообщает американская газета Industrial & Commercial Times, компания Apple планирует начать массовое производство своих новых смартфонов в июле и сентябре. Ранее другие источники называли другие даты, а поставщик экранов для iPhone показывал новый 5,5-дюймовый дисплей. Давайте на него глянем. Вот. Наверное, про это тоже ждите видео. Сразу после этого видео будет вот это вот видео. Так вот, продолжаем про iPhone 6. Тарбанский источник сообщил, что 4,7-дюймовая iPhone 6 поступит в серийное производство в июле, а его 5,5-дюймовая версия в сентябре. Оба варианта появятся в продаже в четвертом квартале 2014 года. Это следует воспринимать как корректировку срока, которую в конце марта она назвала издание Reuters. Тогда сообщалось о начале производства 4,7-дюймовой трубки в мае и неопределенной задержки 5,5-дюймовой версии, что якобы связано с какими-то производственными сложностями в отношении дисплея. Некоторые аналитики вообще сомневались в выходе большеразмерного варианта в этом году, однако все в один голос заявили, что 6-х iPhone будет 2 и что они будут отличаться размером экрана. В прошлом были некоторые сомнения по поводу выхода iPhone from factory phablet. Но как подтвердила внутренняя документация, разрознанная в ходе очередного судебного избирательства между Apple и Samsung, компания готова выпустить менее дорогой iPhone с большим сенсорным камнем, который уже данный вопрос многим пользователям. Тем не менее, выпускать бюджетную версию Apple похоже нет смысла. Поскольку опыт iPhone 5s показал, что при наличии выбора из двух новых моделей из разных ценовых категорий, покупатели все равно выбирают более качественный и более дорогой вариант, чем это обусловлено. Думаете, вы лучшими не знаете ответ на этот вопрос? Помимо новых iPhone, американцы Apple готовят новый и носимый гаджет iWatch, выход от которого ожидает в третьем контакте. Собственно, эту новость я вам уже рассказывал. Ну, в общем, такие вот планы на iPhone 6. Если так оно и будет, если выпустят 4-7-дюймовый iPhone и 5-5-дюймовый iPhone, то он уже сложит, может сложить, как бы, конкуренцию таким гаджетом, как тоже Samsung Galaxy S5. В общем, гаджетом с большими дисплеем, потому что если мы берем 4-дюймовый iPhone, который сейчас есть, то, я думаю, если кто-то хочет большой экран, больше экрана, чем 4-дюймовый, он не возьмет iPhone, но он фонат Apple, но ему приходится брать какой-нибудь другой телефон, например, тот же из C1, потому что он похож на iPhone, алюминиевый корпус и так далее. А если выпустят 4-7-дюймовый версию, 5-5-дюймовый версию, то уже не придется тем, кто любит Apple, покупать другой смартфон с большим экраном по причине того, что у Apple нет телефона с большим экраном. Он будет, и будет легче купить телефон от Apple тем людям, которые любят эту компанию и хотят большой телефон, но до этого у Apple не было больших телефонов, у Apple был только 4-дюймовый iPhone и 3- и 5-дюймовый iPhone. Я говорю про iPhone 4s, 4, 3s и 3. Это 3-дюймовые iPhone, а 4-дюймовые iPhone 5 и iPhone 5s. Потому что вот так вот. Покупать я его точно не буду, когда он выйдет, мне не особо люблю iPhone. И вы знаете, что не особо люблю Apple вообще. И потому я не буду его брать. В общем-то, вот такая вот новость. Очень даже интересная. Я думаю, вам понравится. В общем-то, всем пока. Увидимся в следующих видео.